Мне вообще показалось, все, я работаю. Можешь помахать. 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 ПОЮТСКИЙ кол고요. Можешь помахать. Ветераны воинской службы, руководители, члены общественных организаций, дорогие клайпачане, уважаемые гости. По поручению Совета ветеранов войны поздравляю вас с 73-й годовщиной окончания освобождения горной клайпеды от гитлеровских оккупантов. Приятно вам сообщить, что в митинге принимают участие почетные гости, председатель Республиканского комитета ветеранов войны, участник 16-й литовской стрелковой дивизии, в составе которой принимал участие в освобождении клайпеды Юлиус Декснис. Чрезвычайный уполномоченный посол Российской Федерации в Литве Александр Иванович Удальцов и его военный атташе Виталий Андреевич Тимофеев. Генеральный консул Российской Федерации в городе клайпеде Александр Георгиевич Грачо и сотрудники консульства. Почетный консул Республики Беларусь в клайпеде Николай Алексеевич Логлинов. Делегация Инфорда Калининграда, руководитель делегации, председатель Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Владимир Реонид Черненко. Председатель Совета войны Тавракского района. Благодарна почетным гостям, всем клайпедчанам за участие в необычно важном митинге. Вспоминая тех, кто сражался гитлеровскими захватчиками на поле боя в тылу партизанских опрядах и соединениях, они умирали, но не сдавались. Умирали, чтобы мы жили. Спасибо и вечная слава им. Не зря находившийся в 16-й дивизии форма лейтенанта П.Р. Юстас Марцинкевич писал и говорил «Бойцы Литвы, красноармейцы, братья, вперед! Мы в бой идем, победа за нами! Литва раскроет нам объятия!» Их бойцы рвались в бой. В боях за освобождение клайпеды отличился командир от 156-го полка лейтенант Дарбадас, который в бою под Тавраловкис обеспечил разгром фашистской группировки и сам погиб. Многие из воинов были награждены, происходно звание героя Советского Союза. Под командованием командира полка, полковника Луния, была разгромлена группировка немецкой гвоздь на Курской косе. Так был освобожден не только город Лейпеда, но и Курская коса с поселком Йотфельда, Крылда, Карвалка и Нида. Правда, есть историки, которые, находясь под влиянием отдельных политиков, пытаются переписать историю. Пусть это лежит на их совести. Приличия они потеряли, а слитания имеют. Спасибо всем за участие в этом году. Дорогие друзья, дорогие клапичане, сегодня поздравить нас с праздником прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, уважаемый господин удальцов Александр Иванович. Вам слово. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, дорогие клапичане, дорогие гости из Крылгарской области. Я уже 4 года тут работаю, но, как ни странно, 5-3 года приезжаю сюда в этот день. И мне очень приятно, что сегодня у нас опять, как всегда, очень много. Это очень важно, я думаю, надеюсь на то, что всегда в этот день мы будем сходить в большую серьезную крыльчину от души искренне. Показывать тем самым, как дороги нам эти годы, эти трагические события. У меня здесь тоже такое, но я думаю, что я своими словами сумею в целом объяснить. Здесь покороняло 685 солдат Советской Армии, 7 героев Советского Порида. Всего здесь уже говорили, это освобождение, клавида, это освобождение, совершение освобождения битвы. Считается официально, что погибло в боях за освобождение битвы. 80 тысяч, да? Из них полторы тысячи это воины 16-й стрелковой литовской дивизии. Вот господин Декснис является одним из участников этой дивизии. Сражался здесь, он об этом, видимо, скажет. Но это цифры неполные, годы идут, и количество погибших увеличивается. И мы с вами знаем, что если к этим 80 тысячам присоединить еще те, кто погиб в 41-м годах, присоединить военно-пленных советских, которые здесь массово расстреливались, погибали в космосе, а их, говорят, всего более 200 тысяч человек, то уже мы должны с вами вспоминать не 80, а 280. Или за 300 уже тысяч наших сограждан, наших отцов, прадедов, братьев, старших. И у нас, конечно, есть очень большая ответственность за то, чтобы мы их дело не бредали, и чтобы мы их полночили, чтобы они упустили, перейдя начали в итоге войны, и изображать, чтобы победили не советские солдаты в обеянии. Те, кто сражался с другой стороны, кто сражался в лесах, неизвестно с кем, пока еще не ясно, с кем, с фашистскими оккупантами. Мы стараемся в этом плане проводить вместе с вами, при вашей большой поддержке, большую работу по сохранению и приведению в порядок многочисленных войских захоронений здесь, на территории Литвы. И очень хотим надеяться, что вы будете нам помогать не бред, потому что ваши подсказки о том, где, в каком состоянии, что вы начинали делать нарушение, и вы можете остановить к городу. Скажу прямо, что все это происходит сложно. Сегодня мы встречаем, ну, не хочу сказать сопротивление, Но большие проблемы с получением разрешений на проведение ремонтных работ, и в этом участвуют некоторые структуры государственные, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в департамент культурного наследия, в том числе, в культуре Литовской Республики. Мы с вами, к сожалению, чаще видим людей, которые начинают призывать перенести памятники советским воинам из центра города, на окраину, на какие-то общие захоронения, как, например, в Баланге, совсем рядом, здесь 25 километров отсюда. Мы, видимо, и в Сыне некоторые комитеты призывают тому, чтобы призвать тому, чтобы перенести памятник. И, кстати, у этого комитета этот памятник оказался в поле изведения, к сожалению. Но я уверен, что и вы, знаете, мы будем с каждым таким случаем решить на бороться. Будем настойчиво добиваться того, чтобы мы имели право за наши, за российские, за деньги нашего государства проводить эти работы, повторяю, с вашей помощью. Будем делать это публично, будем делать классно, будем настойчивы. И в ушедшем году нам удалось отремонтировать на немалую сумму несколько захоронений. И хочу вам объяснить, мы будем добиваться того, чтобы подписать это соглашение межгосударственное, которое касается захоронения солдат, российских, советских воинов, и жертв репрессий, которые в Сибири были собственными. Их тоже надо упоминать, это тоже невинные жертвы. Но хочу сегодня в этой обстановке торжественно, серьезно сказать, что если мы будем встречать препятствия здесь, поминая, сохраняя память наших воинов, то мы пересмотрим свое пока доброжелательное отношение к тому, что делает литовская сторона на территории России. Хотя нам это будет обидно, но другого выхода у нас не останется. Я хочу, говоря позитивно, в сторонах напомнить, что действует указ президента, известный о материальном обеспечении тех, кого мы приравняемым перед участниками Великой Отечественной войны. Это и прямые участники, и вдовы, и жители осажденного Ленинграда. А всего таких сегодня по территории Литвы две тысячи почти человек. Я души желаю здоровья, счастья. Хочу, чтобы мы часто с ними здесь встречались. Хочу вам, дорогие ветераны, пожелать здоровья, крепкого, бодрого духа. Жду вас всегда у нас в посольстве, если есть какие-то проблемы, вопросы. Мы всегда готовы к общению, с помощью вам. С праздником вас! Многие солдаты и офицеры, похороненные в братских могилах на литовской земле, увидели Литву впервые в жизни в 45-м году. За эту землю они отдали своей жизни. Когда смотришь на карту Литвы, где красными звездочками отмечены воинские захоронения, кажется, что это капли крови, солдатской крови, которой полета литовская земля и Клайпидская в том числе. Но, к счастью, есть герои тех лет, которые сегодня с нами. Это участник боев за освобождение Клайпиды, председатель Республиканского совета ветеранов антигитлеровской коалиции Юлиус Дикснис, который воевал в 16-й стрелковой дивизии. Просим вас, пожаловьтесь. Продолжение следует... 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 В переведении газеты, будто бы это ничего не значило. А в действительности история уже такая. Если бы не эти события, где сейчас была бы Литва? Не было бы Литвы совсем, здесь были бы фашистские порядки. И не только Литвы, а многих народов. Мы же только вчера праздновали, как праздновали, отмечали, отмечали день Холокоста. А что было бы с Литвой? Разве другое? Нет, не другое, такое же было. Литва была бы где-то тоже за Уралом, где-то как было провозглашено фашистскими главарями. Поэтому празднуем и столетия. Праздновать надо, Литва вся будет праздновать. И мы, ветераны, будем праздновать. Мы будем помнить, потому мы празднуем, потому что мы одержали победу. И победы от нас никто не заберет. Спасибо. Разрешите, в связи с этим, вот, от имени нашего комитета, председателю, председателю организации Клайпецкого, города Клайпеды, вручить такое поздравление. Я уже не буду читать, потому что я пересказал то, что здесь написано. Но от нашего имени, от имени республиканского комитета, разрешите мне, председателю, вручить это поздравление. И пускай она будет у них всегда на виду. Спасибо вам большое и низкий поклон за ваш подвиг и за эти слова. Очень приятно, что у нас сегодня в гостях председатель правления общественной организации Ассоциации воинов-интернационалистов Галининградской области Черненко Владимир Леонидович. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, товарищи ветераны. Здравствуйте, ветераны военной службы, жители города Клайпеды. 73 долгих года отдаляют нас от тех событий, которые происходили здесь. Это вроде в человеческом понятии, вернее, в мировом масштабе немного, а человеческое – это целая жизнь. К сожалению, с каждым годом ветеранов тех событий, очевидцев становится все меньше и меньше. Но, слава Богу, они еще стоят с нами в нашем строю, и мы имеем возможность общаться с ними. Слышать от них не понаслышке, а наяву те слова и рассказы о тех действиях, которые происходили в то время. Они не дают ни нам, ни кому искажать историю Второй мировой Великой Отечественной войны, в которой полегли миллионы людей. И то, что сейчас пытаются сказать, что победили люди из-за океана – это все вранье, это неправда. Мы благодарны глубоко людям, которые стоят здесь, ветераны Великой Отечественной войны, которые дали нам возможность жить на этой земле, под этим мирным небом. Мы всегда будем помним и будем помнить их подвиг и те все события. 685 человек лежит здесь, похороненные бойцов Красной Армии, в том числе и 16-й Литовской дивизии. В этот день освободили Клайбеду. Мы приехали из Калининграда, чтобы передать вам привет также от ветеранов Великой Отечественной войны Калининграда и Калининградской области, в которых, к сожалению, также по состоянию здоровья не могут… Те, кто участвовал непосредственно в этих событиях, живут у нас в Калининграде, но по состоянию здоровья не смогли приехать сюда, передавали привет и самые наилучшие пожелания вам. Я надеюсь, что мы будем жить в мире и согласии, так как мы с вами соседи, мы с вами друзья. И какие-то всего 100 километров отделяют Калининград от Клайбеды. А это расстояние, вы только представьте, в 45-м году преодолевали, если здесь Клайбеду освободили 28 января, то Кёнигсберг штурмовали и взяли 9 апреля. Вот эти 100 километров долгих два с половиной месяца. Я тоже для меня, Клайбеда, не пустой звук. В свое время, в январе 80-го года, в красных казармах, которые находятся здесь, сформировался 395-й мотострелковый полк, который был погружен на эшелоны и убыл для прохождения дальнейшей службы в Афганистан. Нашу делегацию составляют также воины-интернационалисты, которые были в Афганистане и других горячих точках. С нами кадет морского корпуса Андрея Первозванного, Артамонов Михаил Юрьевич, который, давайте поприветствуем, который у нас знаменосец штатный и сопровождает нас во всех поездках. Мы с ассоциацией были в Вене, были в Словакии, были в Берлине, были в Белоруссии. На 22 июня мы были на День памяти и скорби в Брестской крепости. Это была незабываемая поездка. Надеюсь, что будем мы у вас еще и на 9 мая. Мы планируем это. Мы хотелось бы закончить такими словами. И прошлое, как день вчерашний, пройдет пред нами. Пока живые помнят павших, живыми павшие живут. Вечная слава погибшим героям, вечная памяти. Спасибо. Спасибо за замечательные слова. На поле брани. Неугасима память поколений о тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение И в скорби постоим и помолчим. Объявляется минута молчания. Спасибо большое. А сейчас у нас гости из Таураги. Председатель Совета ветеранов Йозас Зурлис. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны. Уважаемые жители города и его гости. Пламенный привет и на лучшее пожелание посылают вам ветераны Великой Отечественной Войны города Таураги. Сегодня мы очередной раз собрались здесь, на этом священном месте, чтобы вспомнить тех, которые в боях, не жалея своей жизни, освобождали город, освобождали в следующем и Европу, и весь мир от фашизма. Эту победу принесли представители всех национальностей. Весной 45-го года погиб ему отец. Ему было только 23 года. Он погиб не от фашистской пули. Его убил не советский солдат. Его убили местные лесные бандиты, которые сейчас именуют себя героями и бойцами за освобождение. Это бандиты подло убили отца и спрятали его в тело в глухих лесах родной Зукии, что я до сих пор так и не смог отыскать тот ворог с земли, под которым он покоится. Я ни разу не стоял на коленях у могилы своего отца. Я ни разу не приносил ему святы и не зажег свечу. Поэтому уже многие годы на широких просторах, где мне приходилось сбывать от Берлина до Байкала, от Ленинграда до Волгограда, я приношу святы на могилу неизвестного солдата. На могилу тех солдат, чьи имена высечены на граните. И я говорю, вечная им слава и вечный покой, невзирая ни на какие политические катаклизмы. А сейчас слово члену Совета Ассоциаций граждан Российской Федерации города Вильнюса Паникоросовске Эдуарду Алексеевичу. Пожалуйста. Дорогие ветераны, жители города Клайпеды, гости нашего города. 73 года назад, в морозный январский день, советские войска штурмом обладели городом Клайпеда, завершив освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг воинов Советской Армии остался в наших сердцах. Разрешите мне от одной из крупнейших ветеранских организаций города Вильнюса огласить поздравительный адрес. Дорогие ветераны, поздравляем вас с 73-й годовщиной освобождения Клайпеды от немецко-фашистских захватчиков. В холодные январские дни 45-го года вы проявили мужество, стойкость, героизм и штурмом обладели городом Клайпеда, уничтожив последний очаг сопротивления фашистов на земле Литвы. В мирное время, в послевоенное время, вы своим доблестным трудом внесли большой вклад в развитие и процветание современной Клайпеды. Желаем вам от всего сердца крепкого здоровья, счастья и долголетия. Пусть мир и благополучие будет в каждом вашем доме. Совет ветеранов Вильнюсского райотехнического училища войск ПВО. Город Вильнюс, 28 января 2018 года. Кроме этого, Ассоциация граждан Российской Федерации города Вильнюса тоже присоединятся к этим поздравлениям. И разрешите, я передам эти поздравления председателю Совета ветеранов, тоже на память. Слово ветерану воинской службы Антонову Анфиян Петровичу. Здравствуйте, дорогие ветераны! Здравствуйте, гости и горожане! Сегодня у нас великий праздник свободной Клайпеде 73 года! Ура! 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 Как уже было здесь сказано выступающими, Литовская Республика в этом году отмечает 100-летие Республики. Я не могу предсказать, какое место в своей 100-летней истории наши историки и политики отведут 28 января к 45-му году, дю освобождения нашего города от гитлеровских захватчиков. Но никто не сможет опровергнуть, что в этот день, 73 года назад, советские войска завершили полное освобождение литовской земли от гитлеровской оккупации и положили конец почти восьми вековой оккупации Клайпедского края пришлыми западными завоевателями, начиная от Севтонского и Ливонского орденов, прусских, шведских и польских королей и, наконец, в германских кайзерах и кровожадного фюрера Адольфа Гитлера. Я не буду повторяться, потому что все, что сказали. Единственное, я хотел остановиться на некоторых эпизодах и вспомнить тех героев, которые непосредственно вот здесь проливали кровь и освобождали наш город. Значит, штурм практически города передовыми отрядами начался еще 26 января. 26 января передовые части не сумели преодолеть ожесточенное сопротивление гитлеровцев и отложили генеральное наступление или генеральный штурм на 27 ноября. К этому числу были потянуты все силы, необходимая техника. И штурм начался утром 27 января. Первым город сумел прорваться, преодолевая сопротивление ожесточенное в районе Тавралукеса, в районе казарм Красных, в районе железнодорожного вокзала, батальон 167-го литовского полка под руководством командира майора Гладкова. В 2 часа 30 минут его батальон оказался уже 28-го в центре города. Гладков доложил командиру полка, что он находится в центре города, прошу указаний о дальнейшие боевые действия. Ему было приказано войти в порт морской и оттуда выйти на набережную Горского залива. Через полчаса уже Гладков был в порту. Там, очевидно, было сопротивление, потому что только к 5 часам утра он вышел на набережную. Ну, это не значит, что один батальон брал Клайпеду. Слева, справа шли другие части. И сейчас, конечно, трудно уже, так сказать, найти имена и фамилии тех, кто рядом с Гладковым, с его батальоном воевали. Одновременно, можно сказать, подвиг совершали саперы. Потому что Клайпеда была полностью заминирована отступающими, бегущими на косу через пролив фашистами минами замедленного действия. Здесь проявили геройство, так сказать, настойчивость в разминировании. Такие минеры, как Терентьев, Андрюкайтис, Дилис. Дерентьев и Андрюкайтис были тяжело ранены. А Гелис при этом разминировании погиб. Поскольку эти мины замедленно продолжали рваться, и происходило обстреливание города артиллерии с Курской косы, бежавшими туда остатками гитлеровцев, командующий 4-й ударной армии, который брал Клайпеду, приказал вывезти, отвезти войска из города. Войска были на одни сутки отведены и продолжалось разминировать. Здесь уже 29-го числа, в полудню, значит, командир саперов майор Стрельчунас доложил, что город полностью разминирован. Город полностью разминирован. И еще один из эпизодов разрешите рассказать в адрес вот здесь, лежачих наших героев Советского Союза. Это герои, их назвали героями Алкснини. Героями Алкснини. В ночь, 29-е число, штурмовой отряд 113-го полка 32-й дивизии штурмовал, вернее, штурмовал наш пролив, переправу по льду из района Смельти и высадился внезапно на восточном берегу Курского залива и сходу сранил первую линию траншей. Первую линию траншей. Это было для фашистов неожиданно, и они яростно пошли, так сказать, на скупление, чтобы выбить этих героев, участников штурмового отряда, занимая их позиции. В течение всего дня они шесть раз атаковали этих героев, притом имея наступление танки. Штурмовой отряд же был вооружен только стрелковым оружием, только стрелковым. Но эти ребята наши, наши герои, выдержали эти все атаки, погибая, погибая. И практически до прибытия основных сил, практически большинство у них, они пали в этом бою, пали. Но позиции сдержали. Вот разрешите назвать их еще раз в фамилии, тех героев, которые лежат здесь. Иван, капитан Иван Полосков, капитан Василий Фомин, лейтенант Александр Курик, лейтенант Михаил Варин, младший лейтенант Иосиф Лапушкин, младший лейтенант Василий Владосев. Его здесь нет. Василий Владосев еще жил некоторое время в госпитале, умер. И похоронен в Горждайке, похоронен в Горждайке. И также здесь лежит младший сержант Андрей Портянко, и также герой Советского Союза Ефим Белинский, но он пал не в этом бою. А в декабре, 16 декабря 1944 года на подступе к Лайпиде, Заримкай, знаете, там ему обелиск стоит, повторив подвиг Александра Матросова, закрыв амбразуру своим телом, тем самым сохранив своих подчиненных, которые языком смогли добраться, немецким языком добраться до своей части. Ну, еще хотел сказать, что в нашем городе, в нашем городе еще проживают три, три, так сказать, ветерана войны, освобождавшиеся вместе с нашим уважаемым Юлисом Декснесом, почетным ветераном нашего города. Это три человека, три бойца. Это Миколас Вайдалас, Пранас Герлайтис и Иван Трубленков. К сожалению, слава им и вечная память. Спасибо, друзья. Спасибо, товарищи. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ветеранам высшей головы, вы победители, вы освободители. Ура! Уходят герои в легенды, в воспоминания, в песни, под гранитные плиты мемориалов. Мы должны сделать так, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы гордо выселись обелиски и храмы во славу воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Прошу возложить венки и цветы. И это olması sympа. Прошу возложить вidad. Я прошу возложить игру. Приб聞кість кислоты, яоскоп. За англоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплоплелIND Вайданспайе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Феликс, можно чуть-чуть на меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят новые грозы, новые песни, а они, не пришедшие из кровавых полей, то есть страшные и великые битвы, остаются все теми же, какими ушли в вагоне. Они вечно живы, пока живет наш город, пока не иссякла наша память о них. Митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения Классины от немецко-фашистских захватчиков, объявляется закрытым. Приглашаем гостей и выпечан на небольшой концерт и чашечкой чая, которой мы хотим согреть ваши сердца, после этого митинга в Дом национальных культур по адресу Данилайчу, шейфер, б. Спасибо, дадущая, дадущая председатель Коакционного совета Тамара Викторовна Сухлина. Спасибо вам. Спасибо всем, что вы здесь пришли. Закрываем. Мы так считаем закончим. Спасибо. Нелюбимая тесна! Субтитры создавал DimaTorzok Дюхо! 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.